Бессодержательные разговоры сильно растрачивают вашу энергию, особенно болтовня, подкормленная эмоциями. Когда у вас в жизни что-то происходит, попробуйте одну практику, не говорите при этом никому, когда аж до боли чешется рассказать. Что-то случается, сохраните это в себе. Тогда вы сохраните внутри себя силу и потенциал этого происшествия. Также, когда кто-то пытается вовлечь вас в свои рассказы, сохраняйте спокойствие и следите за своими эмоциями. Не позволяйте им управлять собой и вовлекаться в чужие эмоции. Это заметят даже окружающие, в каком ореоле силы и загадочности вы начинаете пребывать, а на самом деле вы просто сохранили себя, не растратив для более ценных подвигов, чем пустоплюйство. Слова и мысли влияют на нашу жизнь. ДНК воспринимает человеческую речь. Ученые пришли к ошеломляющему выводу. ДНК воспринимает человеческую речь. Ее уши прямо-таки приспособлены к улавливанию звуковых колебаний. Пушкин когда-то писал своей жене. Не марай душу чтением французских романов. Наш современник разве что улыбнется этому наказу гения. А зря. Молекулы наследственности получают и акустическую, и световую информацию. Молчаливое чтение доходит до клеточных ядер по электромагнитным каналам. Один текст оздоравливает наследственность, а другой ее травмирует. Молитвенные слова пробуждают резервные возможности генетического аппарата. Проклятие разрушает волновые программы, а значит нарушает нормальное развитие организма. Горяев считает, что с помощью словесных мыслей форм человек созидает свой генетический аппарат. К примеру, ребенок, взявший от родителей определенную программу, начинает дебоширить, сквернословить. Тем самым он разрушает себя и свою среду, как социальную, так и психологическую. И катится этот снежником из поколения в поколение. Так что генетическому аппарату, совсем не безразлично, о чем мы думаем, говорим, какие книги читаем. Все впечатывается в волновой геном, то есть волновую генетическую программу, которая меняет в ту или иную сторону наследственность и программу каждой клетки. Так слово может вызвать рак, а может вылечить человека. Причем ДНК не разбирает, общаетесь вы с живым человеком или с героем телевизионного сериала. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что слова и мысли влияют на нашу жизнь? На самом деле они не просто влияют, они формируют нашу реальность. И от того, что вы говорите, зависит, какую жизнь вам жить. Если вы видели фильм о воде «Великая тайна воды», то наверняка вспомните, что вода способна воспринимать, сохранять и передавать информацию, даже такую тонкую, как человеческая мысль или эмоция, не говоря уже о словах. Под их воздействием меняется вся структура воды, ее молекула. И так как мы сами состоим из воды, то, соответственно, человек может сам воздействовать словом и мыслью на свое здоровье и тело. Давайте посмотрим на самые распространенные фразы в нашей жизни и как итог, что мы получаем. Итак, начнем. Говоря «Ничего себе!», как вы думаете, много ли вы для себя получите? Сразу вспоминайте, были ли у вас такие случаи, когда вам чего-то не доставало. Всем досталось, а вам нет. Эта ситуация – ответ Вселенной на фразу «Ничего себе!». Вспомните, как часто вы говорите «Я вообще ничего не слышу, не вижу, не чувствую». Как вы думаете, что привлекут эти слова в вашу жизнь?» Возможно, болезни глаз, ушей и носа. Говоря и думая «Я толстый, я толстая!», вы получаете плюсом лишние килограммы. Говоря «Я худею!», вы приобретаете болезни и начинаете чувствовать себя хуже, так как слово «худею» от слова «худо!». Замените эту фразу на «Я стройнею!», и тогда эта мыслеформа начнет положительно влиять на вас. Говоря «У меня нет денег», вы, соответственно, никогда не будете в финансовом изобилии. Очень помогает привлекать финансы фраза «Ко мне легко и часто приходят деньги». И как только вы не будете препятствовать своими негативными мыслями процессу осуществления заявленного, то вы сразу почувствуете, как легко для вас открываются новые возможности прихода денег в ваш кошелек. Говоря в ответ на «Благодарность» на «Здоровье», вы отдаёте своё здоровье, тем самым предлагая другому на «Возьмимое» здоровье. Замена этим словам есть очень приятная и душевная фраза. Когда говорят «Благодарю», отвечайте «Во благо». Открываются новые возможности прихода денег. Слова «У меня вроде ничего нет» программируют на отсутствие чего-либо в вашем роду. Говоря «Мне нужно», «Мне надо», вы проживаете жизнь из нужды и под влиянием обстоятельств, тем самым лишая себя возможности быть хозяином своей жизни. Эти слова хорошо бы заменить на «Я выбираю». Говоря ребёнку «Ты дурак», он будет у вас плохо учиться, потому как вы сами создали его нездравомыслящим. Говоря человеку «Глаза бы мои тебя не видели», «Ты достал меня», «Отстань от меня», «Исчезни из моей жизни», вы программируете разрыв отношений с этим человеком. Не удивляйтесь, если потом он уйдёт из семьи или ещё чего хуже, из жизни. Но именно так работает закон Вселенной, чего вы просите, кто вам и приходит. Вспомните русскую сказку, когда жена сказала своему мужу «Да чтоб ты провалился!» То именно это в эту секунду и произошло. Ведь это не случайно. Русские всегда знали силу слов и мыслей и в сказках показывали, как работают Вселенские законы. Когда ребёнку говорят «Ты упадёшь, ты ноги переломаешь, шею свернёшь», то, пожалуйста, не удивляйтесь, если с вашим ребёнком произойдёт именно это. Вы сами создали сценарий жизни своему ребёнку. Вспомните, как часто вы говорите «Ведь я же тебе говорила, что будет именно так». Это тоже именно тот случай, когда вы сами привлекли негативную ситуацию в жизнь вашего близкого, а значит и в свою. Говоря о мужчинах, все мужчины такие-то, нет ни одного нормального. Так оно и получается, что каждый последующий в вашей жизни мужчина будет вам приносить лишь одни страдания и огорчения. Говоря человеку «Я тебя не перевариваю», вы получаете проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ты у меня на шее сидишь, остеохондроз. Сердце кровью обливается, у меня чуть сердце не остановилось. Считай, что заказали себе в небесной канцелярии болезни с сердцем. Что бы ни произошло плохого, очень важно не думать о нём и уж тем более не произносить негативную информацию. Недаром же существует поговорка «Сказано, сделано». То есть сказав «Вы это уже почти осуществили, вы запустили программу исполнения». Но не всё так плохо. Точно так же работают и хорошие слова и мысли. Создавая и выпуская на свободу позитивную мысль, вы в результате получаете позитив в жизни, в качестве добрых людей и приятных событий. И ещё одна важная информация. Ругая человека, засылая на него проклятие, называя его обидными словами и оскорблениями, тем самым вы влияете не только на его биополе, но и на своё. Вы разрушаете свою тонкую энергию и навлекаете то же самое проклятие на себя и своих детей. Прежде чем высказаться крепко в адрес кого-то, очень стоит задуматься, а стоит ли, может лучше сдержаться, а свои эмоции выпустить в крики в лесу, тем самым сняв напряжение с себя и получив массу приятных ощущений во всём теле. Заменяя отрицательные мысли и слова на положительные, вы создаёте вокруг себя пространство любви и позитива. И в этом случае всё негативное будет обходить вас стороной. А произнося слова «я люблю» и «благодарю», вы меняете и воздействуете на весь мир. Давайте как можно чаще дарить улыбку, любовь, благодарность и прощение. Создавая чистые энергии света в нашей Вселенной. Негативных слов, которые влияют на наш жизненный сценарий, очень много. Но теперь вы и сами сможете их отследить своей речи и не позволите им взять верх над вашей жизнью. Поверьте, только лишь изменив мышление и речь, вы кардинально можете поменять свою жизнь на счастливую и радостную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин